Смарткер. Устойчивое здоровье для будущего. Врачи помогают пациентам решить их проблемы со здоровьем в индивидуальном порядке. Эсперанса, расскажите о ваших болях в спине. Как они начались? Я почувствовала их еще 15 лет назад, когда начала работать. Я всегда была в пищевом бизнесе. Я занимаюсь разделкой и продажей мяса. Поэтому моя работа проблематична для позвоночника. Ведь я все время поднимаю и ношу тяжелые предметы. Я постоянно двигаюсь, а мышечные сокращения в моем случае могут привести к смещению межпозвонкового диска. И тогда все. Дальше работать невозможно. Подобные проблемы, как у эсперанса, с суставами, мышцами, нервами и сухожилиями, беспокоят огромное количество людей. Давайте посмотрим статистику. В общей структуре так называемых инвалидолет 27% приходится на болезни костно-мышечной системы. За эту инвалидность в Европе уже выплачено 240 миллиардов евро. Расходы можно снизить, если люди, имеющие проблемы со спиной или сухожилиями, будут получать медицинскую помощь и уход с самого начала заболевания. Здесь в Аликанте ревматолог Хосе Антонио Берналь возглавляет проект, цель которого помочь пациенту, как только он впервые взял больничный. Мы получаем список людей, которые взяли больничный из-за проблем с костно-мышечной системой. Затем я внимательно его изучаю, еще людей, у которых эта проблема может стать постоянной. Именно им наша помощь будет полезна. Мы им звоним и предлагаем бесплатную консультацию. А теперь мы перемещаемся в Мадрид. Именно здесь мы начали проводить первые подобные консультации в Европе. В столице Испании мы встречаемся с доктором Хуаном Хувером. Он считает, что чем раньше начать лечить болезнь, тем лучше, а лечение предпочитает профилактику. В нашей концепции очень важно начать лечение как можно раньше. Мы уже убедились, что если мы дали консультацию человеку, который только что вышел на больничный, то результаты намного лучше, чем, например, через две недели. Если раннее лечение помогает пациентам и экономит деньги, то почему оно не применяется в широкой практике? Проблема в том, что человеком, который уходит на больничный, занимается много людей в разных учреждениях. Это система здравоохранения, страны работодатели, сами работники, а также система социального обеспечения. В результате необходимо поддерживать связь со всеми этими людьми, что нелегко, так как у них нет координации между собой. Каждый работает по своей схеме. А больничный, когда человек не может делать свою работу и вынужден отключиться, это действительно серьезная проблема. Если доктора не предложат помощь вовремя, то эта болезнь может стать постоянной и перерасти в инвалидность. И человек больше не вернется на работу. Тем временем в Аликанте доктор Хосе Антонио Берналь проводит получасовую консультацию эсперансе. Он ей советует, как правильно стоять и сидеть на работе, какое положение лучше в ее случае для отдыха костно-мышечной системы. Доктор предлагает простые советы того, как эсперанса может избежать боли в спине в будущем. Я много думала о том, что говорил доктор, и я хочу изменить свою жизнь. Вообще-то я уже ее меняю. Я хожу на пилатес, на плавание, я делаю все возможное, чтобы укрепить мою спину и больше не терпеть эту ужасную боль. Через несколько недель эсперанса вернулась на работу, а для докторов в Аликанте это стало еще одним примером и доказательством того, как важно начать лечение как можно раньше.